МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И детских садов. И детских садов, разумеется. Ну и больше скажу, сегодня после 13 часов в программе «Особое мнение» мы образовательную тему тоже будем продолжать. У нас будет руководитель областной системы образования на протяжении многих лет, почти что 30 лет, Анатолий Михайлович Чуврин. Да, ну а в первом части мы продолжаем тему, которую ведем уже не первую неделю. И вчера тоже на эту тему у нас был разворот. Мы говорим о мусорном коллапсе в Кирове, пытаемся разобраться в его причинах. И сегодня мы предоставляем возможность управляющим компаниям высказать свою позицию. Напоминаю, что вчера свою позицию высказывали общественники и компания САХ. Да? Правильно? Да. От САХа была позиция? Ну, главным образом у нас... Или от Куприта? Нет, САХ все-таки, конечно. САХ все-таки, САХ все-таки. Давай представим сразу гостей, а потом ты и для наших гостей, и для наших слушателей вкратце напомнишь, о чем вчера говорили. Ну, прежде всего, Владимир Ширшиков, руководитель Союза управляющих компаний Кирова у нас в студии. Владимир Викторович, добрый день. Добрый день. Игорь Кученев, учредитель управляющей компанией Вятка Уют, стройсервис, ЖКХ-сервис, член общественной палаты. Игорь Олегович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Итак, о чем говорили вчера? Ну, если вкратце, ну, Владимир Викторович сказал, что слышал вчерашний эфир, да, у него накопилось много эмоций, много чего сказать. В общем, вкратце, ноги растут еще из начала года, когда был повышен тариф на перевозку на 40%, да. Поступления при всем при этом не увеличились в САХ, я имею в виду, да. Поэтому количество контейнеров начало уменьшаться, потому что проплаты меньше. Не начало, а САХ стал уменьшать количество контейнеров. Да, да, САХ стал уменьшать количество. Не сами по себе еще эти САХ. Единственный выход САХ видит в том, чтобы четко пересчитать людей в многоквартирных домах, вот сколько их по факту там проживает, и заявку делает САХ на увеличение количества контейнеров, если это необходимо. Вот, 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 вот по большому счету я об этом иду. То есть он читает, что управляющие компании, правильно я понимаю? Чтобы управляющие компании взяли на себя обязательства, пересчитали количество людей и подавали грамотные заявки. Да. Правильно? Да. И еще какие-то были со стороны САХа там ответные действия, потому что надо сказать, что, конечно же, за этой ситуацией внимательно следит городская администрация. Илья Вячеславович Шульгин буквально каждый день на совещаниях утренних устраивает разносы по вот как раз этим самым мусорным завалам, которые мы видим все на контейнерных площадках. На многих, ну не все, может быть, но на многих контейнерных площадках. Довольно эмоционально высказывает свою позицию, жестко достаточно. И вот САХ говорит, что коренным образом изменилась ситуация, и мы-то готовы вывозить, но давайте, товарищи, пересчитывайте количество людей и платите больше денег, по сути. Правильно? Ну и рассчитывайтесь с долгами. А, и долги ищите. Да, сказал еще директор по развитию САХ, Михаил Шихов. Ну, как-то цифра у нас немножко другая в эфире прозвучала. Он сказал про 60 миллионов рублей задолженности, а на совещании у Шульгина фигурировала сумма 80 миллионов рублей. Со стороны управляющих компаний в пользу компании САХ не было заплачено. Ну, КДУ-3, да, непосредственно. Дочка САХ, которая занимается непосредственно установкой и вывозом контейнеров. Ну, я не очень, на самом деле, понимаю, в чем там разница заключения контракта с САХом и КДУ-3. Может быть, мне сейчас коллеги пояснят, вот какая система-то действительно, что касается контейнеров. Кто скажет? Я начну. Владимир Викторович, поближе к себе микрофон. Спасибо, что пригласили. Я бы хотел сразу внести маленькие поправочки по поводу вчерашнего выступления господина Шихова. Он сказал, что они на 60 миллионов вывезли лишнего мусора. Откуда он берется? У нас ведь рождаемость и население города Кирова так страшно не выросло. И у нас в управляющей компании есть договор с КДУ-3. А САХ уже производит захоронение на своем полигоне. О чем имеется стандартное договорное отношение, которое я вам предоставил пункты. Там четко прописано. Перед собой держу этот договор, да, типичный. Посмотрите, пожалуйста, пункт 2.1, 2.3 и 2.5. Там четко все прописано. Дело в том, что по своему усмотрению КДУ стало демонтировать контейнера на так называемых сложных площадках, где соприкосновение идет несколько управляющих компаний. Соответственно, никакой речи о уменьшении списками управляющих компаний. Нету, что мы понижаем численность населения. Мы каждые полгода им подаем новые списки, которые постоянно увеличиваются. Когда в последний раз подавали список? В июле. То есть актуализация идет в список? Да, конечно, конечно. То есть согласно паспортного стола мы подаем документы. И, пожалуйста, проверяйте, сколько человек зарегистрировано. Суть в другом. Кто-то проживает, кто-то не проживает, но это уже будет решать региональный оператор, который зайдет с 1 января. Там будет каждый договор заключаться. И вот суть проблемы в этом. То есть КДУ или САХ убрали контейнера, объемы увеличиваются. Дальше. На последнем совещании, на котором мы присутствовали, нас пытались сделать обязательно ответственными за весь бардак, который в городе происходит. Вы поймите, нам тоже неприятно, когда мы ходим и кругом мусор. По мере возможности мы стараемся это все убирать. Но в связи с тем, что полигон переполнен, сторонние организации туда больно не пускают, чтобы мусор принимали. То есть покупаем талоны, по мере возможности, разрешаем туда, иногда вываливаем собственными силами. Сторонние, вы имеете в виду, кроме КДУ-3? Ну, приходится нанимать свою технику, зачищать площадки. Вчера у нас прозвучала информация, что у нас 6 или 8 организаций в городе, которые занимаются. Ну, 12, на самом деле. 12? Которые оказываются служить. И там есть тарифы у кого-то поменьше даже, чем вот. Вы поймите, тариф же еще состоит. Самая большая составляющая – это транспортировка ТБУ. Само захоронение стоит порядка 19 рублей на сегодняшний день одного кубометра. Но вчера господин Шихов прозвучал, но он у меня имел в виду, не назвал мою фамилию. Вы поймите, что в один контейнеровоз, в зависимости от его марки, входит от 70 за 100 контейнеров, которые евро. То есть они сжимаются, уплотняются. И КДУ уже сахар-то сдает, другой объем совершает. То есть у нас идет большая переплата. Понимаете? И мы постоянно спрашиваем, какие объемы. Покажите, на основании чего. В июле месяц она выросла, Владимир, вы сказали, в 2,5 раза. То есть если было 300 рублей в июне, в июле стало 525, сейчас они до 326 снова в августе понизили цену. С чем это связано, никто не понимает. Именно коллапс сложился в июле. То есть фиктивные объемы показывают, что они выводятся, а мусор так и остается. Поэтому, что касается заключения договоров, еще 5 августа одна из компаний, то есть прошу прощения, 5 мая обратилась к ним для заключения договора, указала больше 15 многоговоротимых домов, договор до сих пор не заключен. Еще раз давайте. Компания, которая готова вывозить мусор, обратилась к компанию. Нет, управляющая компания обратилась с 5 мая на заключение договора. Но как называется управляющая компания? Управдом. Управдом. До сих пор договор не заключен. Мы играем с КДУ. С КДУ-3, дочкой Саха, которая осуществляет вывоз мусора. Совершенно верно. С сегодняшнего дня снова начнется коллапс, еще больше мусора будет. На каких основаниях не заключается договор? Ответы не дают. Хотя на последнем совещании было сказано заключить договор. Сколько там домов, вы говорите? 10 домов. 10 домов. Они тут все перечислены, да? Да, так точно. Ленина, милицейская, Карла Маркса, Дениндеева, Левитана. А там есть какие-то сроки с законом предусмотренные в течение месяца? В течение месяца договор обязательно должен быть заключен. Совершенно верно. И самое-то смешное. Мы сейчас с КДУ играем, так называемый, в пинг-понт. То есть мы им посылаем деньги в полном объеме, которые собираются в население за вывозку мусора. Нам через Нелю их обратно посылают. Почему? Я вопрос задал на совещании. Никто мне не ответил. Но вы считаете это... Почему возвращают деньги? Я скажу больше. Это что-то личные какие-то взаимоотношения? Это, наверное, только личные взаимоотношения, потому что жители обращаются напрямую в КДУ, в ТЭР-управление. Тогда Ленн говорит, отменяйте управляющую компанию на Ленинску или еще на какую-то. Мы вам поставим контейнер. Все, весь вопрос только выход. Выдавливают управляющие компании с рынка? Да, зачистка рынка идет. В пользу Ленинской управляющей компании? Не только. Я думаю, что скоро, наверное, будет одна управляющая компания. На город? Скорее всего, да. Я так думаю. Давайте Игоря Кученева выслушаем. Добрый день еще раз. Поближу микрофон, пожалуйста. Вопрос, я думаю, немного шире, потому что тариф на вывоз, на утилизацию в начале года был другой. Это было сказано много на совещаниях. В связи с этим был поднят муниципальный тариф. В июне месяца, если память не изменяет, РСТ сменила тариф. Она сделала ниже. Нам общественники несколько раз поясняли, что он касается небольшого количества домов, где не выбрана непосредственная форма управления. Давай, Володь, выслушаем сейчас Игоря Олеговича. Тариф на утилизацию стал ниже. РСТ утвердил на другой тариф. Получается, как объясняли САХ, что они за утилизацию платят вперед. И у них компенсация будет в следующем году из бюджета. Соответственно, у них сейчас получается в убытке. Второй момент, который у нас есть. В связи с новыми правилами, на чьей земле стоят площадки, та организация должна их убирать. Соответственно, муниципалитет, чтобы не выглядеть некрасиво, он должен же впереди планеты всей быть. Ну, что красиво. Он убирает, чтобы за это потом не отвечать. Соответственно, с новыми правилами, куда поставить контейнер, непонятно. И люди носят там, где ближе. Погодите. Муниципалитет стал убирать свои вообще... В смысле, не прибирать, а просто ликвидировать площадки по сбору мусора. Для того, чтобы не отвечать за них. В следующем году обязанность, на чьей земле стоят площадки, та организация несет ответственность за чистоту данных площадок. Вот и все. Это тоже надо. Это когда региональный оператор начнет работать. Вы утверждаете, что муниципалитет стал ликвидировать эти площадки, а люди по-прежнему носят на те же точки мусор и образуются свалки. Нет, они на те же точки носят или ближе состоящие контейнера. У САХА сейчас, ну, как у КДВ появилось, можно сказать, новый препон, что увеличивается объем мусора, как Ширшиков говорил. Но они не приглашают ни управляющие компании. У них нет доказательной базы, как это увеличился. Ну, объем мусора, да, там. На основании каких-то, да, признаков они видят, что увеличилось это количество. В связи с этим они, как говорят, вот из-за этого платите больше, тогда будем вывозить мусор, который не в контейнерах, а рядом с площадкой находится. Прервемся на полминуты. Эту информацию сейчас надо переварить, да, и еще разобрать ее. 30 секунд там хватит. Итак, буквально каждый день на совещаниях в администрации глава администрации Илья Шульгин требует решить проблему с переполнением мусорных площадок. Жалуются жители. У компании, которая осуществляет вывоз мусора КДУ-3, это дочка компании САХ, своя позиция. Насколько я понимаю, они считают, что неверные сведения подают управляющие компании о количестве жильцов, проживающих в их домах, и не вовремя оплачивают эти услуги. Но еще САХ советует делать огороженные мусорные площадки, чтобы четко те, кто проживает, собственно, о тем, о ком информация подана, только вот они мусоров выбрасывали. Это следующий шаг, это их предложение по контролю. Но вот они обвиняют, что они говорят, что неверные сведения и не вовремя выплаты. С другой стороны, представители управляющих компаний, которые сейчас у нас находятся в студии, напоминают Владимир Шершиков, руководитель союза управляющих компаний Кирова, Игорь Кучнев, учредитель управляющих компаний «Вятка Уют», стройсервисы ЖКХ «Серес», говорят о том, что САХ в одностороннем порядке стал вывозить контейнеры со сложных площадок. Сложные площадки – это там, где стоят контейнеры, арендуемые разными управляющими компаниями. А муниципалитет со своей стороны стал закрывать площадки, которые находятся на землях муниципалитета, а люди по привычке либо носят на эти места, либо в соседние контейнерные площадки. И получается неучтенка, увеличивается количество мусора и там насыпают. Плюс вопрос по деньгам, который самый главный сейчас. И у нас в связи с тем, что мусорная реформа, пока совершенно непонятно, тарифы туда-сюда вращаются. И кроме того, Владимир Ширшиков нам тут говорит, что обоснование тарифов, которые предоставляются тем же САХам и КДУ-3, очень странное, потому что один объем вывозится, если я вас правильно поняла, один объем вывозится КДУ-3, этот мусор еще такой неутрамбованный, берется за кубометр из контейнеров, в мусоровозах мусор трамбуется и уже другой объем сдается на полигон. Таким образом, управляющим компаниям, возможно, было бы выгодно заключать договоры по другим тарифам с другими обслуживающими компаниями или самостоятельно закупать мусоровозы и вывозить этот мусор. Я знаю, что такие истории даже управляшки, которые принадлежат крупным строительным компаниям, пытались, я знаю, свои мусоровозы, но, судя по всему, это невыгодно САХу, да, наверное, или КДУ-3, это конкуренция, это невыгодно, я правильно вас понимаю? Ну, не совсем правильно говорить. Владимир Викторович, поправьте меня. Да, извините. Я общался на эту тему уже и с Купритом, и с КДУ-3. Стоимость хорошего мусоровоза на базе Scania и Mercedes, потому что чем больше тоннаж мусоровоза, тем выгоднее осуществлять его транспортировку. Ну, больше берем за один раз. Больше берем, да. Стоит порядка 15-17 миллионов рублей новый. Машина. Машина. При двухсменной работе КДУ, которая сейчас осуществляется вывозками, производится на базе КАМАЗов, куда входит примерно 60 евро контейнеров, 60-70, все зависит от степени сжатия. Чистая рентабельность одной машины стоит порядка 1,2 млн рублей в месяц при одной смене работы. Я вижу выход из положения, что побыстрее я бы зашел в региональный оператор, я лично там был у них, и спрашивал, когда будет проводиться конкурс. Это Куприт. Куприт, да. И задал один очень интересный вопрос. Почему так тарифы выросли с 213 рублей в июне до 559 за транспортировку? Мне объяснили, что якобы какой-то экологический сбор, потом это мы все пересчитаем. В августе мы видим цену уже 326 рублей. И поймите, это понизилось уже. Понизилось, да, с 1 августа. То есть июль мы отработали по завышенным ценам в 2,5 раза. Сейчас они снова убавили цену. И нам предложили поучаствовать в конкурсе, в тендере, который будет скоро размещен на право вывозки мусора. Посмотрим, как он будет складываться. Что этот конкурс имеет в виду на право вывозки мусора? Ну вот вы привели, к примеру, одну из компаний, это Интекс-сервис. В свое время работая там, госпожа Миронова оказались более далеко идущими взглядами. Мы получили в свое время лицензию, отучился там на вывоз мусора. И они сейчас вставляют мусор своими мусоровозами. А это микрорайоны, которые строят киросвет-спонтаж? Так точно, да. А они сами, их управляющие компании, сами вывозят свои мусоровозы? Да, совершенно верно. А поучаствовали в тендере, выиграли? Не в тендере, они сразу получили лицензию. А лицензию получили и сами свои мусоровозы? В 2010 году, да. И это выгоднее получается? Это чище, выгоднее. И вы еще обратите внимание, раньше в мусоровозах ездило по 2 человека, сейчас ездит один. То есть водитель не успевает выполнить условия договора, который он предоставил, на зачистку территории. То есть один человек ведет мусоровоз, он же осуществляет загрузку мусора и уборку не осуществляет? Практически нет. А должен? Должен, в договоре же прописано. Практически. Нам ссылается, что на расстоянии до 3 метров по периметру контейнерной площадки должна убираться. Совершенно верно. Там даже прописано, что крупногабаритный мусор, такие как мебель, техника, бытовая, тоже должна выводиться, потому что стоимость тарифа внесена 10% от стоимости того мусора, накопления, который житель выпьет. Поймите, здесь же даже по прописке маленькие дети и то обложено уже зданию, которое они потребляют. Ну, это же смешно становится. Можно, Олег Ильич? Можно добавить? Вот смотрите. Владимир Шишков правильно говорит. Выгодно, когда большие скайные машины, Мерседес, ну, на базе вывозятся. Но, вы сами знаете, у нас очень центр города, он застроен, этой машиной не могут проехать в дворах. В связи с этим идут укрепнения площадок. Именно в центре города большие машины не могут передвигаться. Ну, когда машинами все заставлено, очень сложно повернуть на такой большой габаритной машине. Ну, скажем, район Дружбы, там, предположим, да, там, мы съездили с Ахом, смотрели, где они отказывались, потому что их транспорт не проезжает там, ну, боятся задеть. Соответственно, ну, там, условно, 10 домов стоит, делают общую площадку, люди начинают возмущаться, на чьей земле это ставится. Те люди, которым, ну, вы сами знаете, у нас есть тропы, где люди сами ходят ближе к остановкам, они выносят мусор там, где им удобнее. Ну, есть такое, да. Да, и отсюда тоже одна из проблем, потому что, как хотели сделать в свое время, что межквартальные площадки будут для сбора мусора, но, походу, в нашем городе это пока не актуально, да, и вот какие-то будут такие большие площадки на какой-то определенный микрорайон. Если вот там взять, например, центр, вот где труда, мопро, да, там, точно застройка, тоже мусоромашины не могут проехать, там 5-6 домов объединяются, делают общую площадку, где может приехать специализированный автомобиль. Вот это есть проблема. Но насколько мы сами будем воспитаны в этом, носить туда, куда нам сказано. То есть проблема еще в людях. Ну, конечно, нет. Если делать одну площадку на несколько домов, просто заставить себя пройти больше, чем раньше. Ну, 200 метров не тяжело пройти. Ну, понимаете, когда ты опаздываешь, там, ребенка в школу, ну, условно говоря, да, там, еще 200 метров туда, ну, всякое бывает, можно же пройти и посмотреть, вот где у нас Казанская улица, да, вот там. Эта проблема существует, потому что переносит контейнера, дворы там маленькие. Вот, слушайте, вот эта интересная история про перенос контейнеров. Вот когда переносится контейнер, ликвидируются площадки, стоят ли информационные стенды, которые опьющают граждан, что теперь ваша площадка там-то находится? А как человек может узнать, что ее перенесли? Ну, во-первых, чтобы площадку перенести, это все равно есть согласие собственников, да? Только согласие собственников? Ну, да, и согласие, ну, санитарных норм. Подожди, подожди, это должно быть общее собрание проведено? Да, потому что если поставить, ну, например, я живу в доме, и ваша площадка должна оказаться у меня, да? Это должно быть согласие собственников, потому что вы ставите на моей земле. Если нет согласия собственников, тут начинаются проблемы. Почему в САХе вышел с проблемой ставить закрытые площадки, чтобы меньше было вот таких... Левых, извините. Ну, там, левых, не левых, там, никто же не будет стоять с ружьем и смотреть, и паспорт просить. Ну, САХ-то то ли в шутку, то ли всерьез это предлагает. Действительно, с ружьем? С ружьем стоять, покажи паспорт, и тогда имеешь право выбросить мусор. Мы делали целую программу по этой истории, в рамках программы «Урбан» мы говорили про то, как должны и могут выглядеть мусорные площадки. Это отдельная история, мы ее разберем после перерыва, который будет в середине часа. А давайте все-таки вернемся к истории про то, что вы говорили, Владимир Викторович. Это очень серьезная история, что в свете вот этих разборок одни управляющие компании выглядят некрасиво, они якобы предоставляют неверные сведения, они имеют задолженность, а вы говорите, там, деньги возвращаются как пинг-понг туда-сюда, и жителям предлагается каким-то образом, не знаю, по квартирам, что ли, ходить, переходить под этой, да, в свете таких вот событий, переходить другим управляющим компаниям. Это очень серьезное на самом деле предположение, потому что вы говорите практически о переделе рынка управляющих компаний в городе. А он и никогда не заканчивал нас, этот передел рынка, и использует с каждым разом все методы грязни и грязни. Но я бы не хотел касаться этого разговора сейчас, думаю, у нас хватит сил и здесь маленечко победить, да, Игорь, на протяжении 10 лет мы постоянно в борьбе в какой-то находимся. Я хотел другое сказать по поводу, вот, про Игоря, по поводу установки, например, контейнера на другой площадке. Здесь требуется, как Игорь раньше говорил, согласие еще муниципалитета, на чьей территории находится земельный участок. Приглашается комиссия, представители КДУ, представители администрации, представители управляющих компаний, представители собственников. Решается вопрос возможности расширения площадки, как она должна выглядеть. Вы поймите, мы готовы, Игорь, недавно сказать, что мы готовы поставить хорошие площадки. Но если их будет мало, они нас не спасут сами, люди просто будут рядом складировать мусор и его также будут ветром раздувать. В Куприте мне пояснили, в КДУ тоже, что существует некая программа, где уже разбиты новые площадки. Я говорю, покажите нам, давайте мы с вами совместно определим, потому что мы знаем, где лучше поставить. Люди, поймите, у нас не такого, они устали уже этой грязи. Мы готовы, совместно, нам никто не показывает, где эти контейнерные площадки будут размещены. То есть есть схема в городе с расставленными мусорными площадками? Да. И управляющих компаний даже по запросу эту схему получить не могут? Ну, мы устно пока обращались. Официального запроса не было? Пока не делали еще. Нам говорят, все разместят на сайте, смотрите, когда будет объявлено. На каком сайте? На сайте регионального оператора. Вы поймите, например, осталось 4 месяца до 1 января, да? Ну, скоро 1 сентября. Ну, дети пойдут в эту грязь, душа болит. Вот. Через 4 месяца придет региональный оператор. Как мы будем жить, объясните мне. Москва, все уже определились со стоимостью вывозки мусора. Например, в Москве 90 рублей с человека год. У нас, по предварительным данным, 136 рублей. Но нам говорили, что в сентябре будет известно. Я очень на это надеюсь, Владимир. Точная цена, а там крайний срок до 20 декабря определится? Да. Вы поймите, время, мы все время ужимаемся, ужимаемся, а потом начнем гнать голопом по европам. Зима, весь этот мусор, его нужно выдалбливать, оттаивать, убирать. Можно добавить? Вот смотрите. Региональный оператор у него сейчас, можно же заключать договора напрямую. Ну, с собственниками, да? Они заключили. Мы готовим списки, передаем. Ну, нет. Я имею в виду, вот смотрите. Собственники заключили полностью напрямую. Ну, как бы, да? А дальше-то... Что? Дальше-то что? Вот как сейчас САГ говорит. Люди не платят, да? Управляющей компании уже тут не будет бонус. Как бы так. Есть. Понятно, что на сегодняшний день, если посмотреть, у нас, в принципе, весь город работает по программе Злобина, собираемость упала до 85%. Что за программа Злобина? Это начисление коммунальных платежей. Собираемость упала до 80%? Пяти. Пяти. Со скольки? Ну, это лето. Это лето. Ну, суть не в этом, да? Как они будут дособирать эти деньги? Тариф еще увеличиваться. Ну, как бы, мы сами понимаем, на тепло увеличиваться, на это. Плюс мы перешли на 1,8, у людей будут большие платежи. Большие платежи. К тому, что задолженность и количество неплательщиков будет расти. Конечно, она будет расти. Я вас перебью. Тут самый больной вопрос в чем? Нас начинают готовить, чтобы при невывозке мусора даже региональным операторам, или КДУ, или неважно кем, ответственность будут нести управляющие компании. Господин Шульгин четко заявил, забирать лицензии, хотя это решает только суд и так далее, да? Штрафы до 300 тысяч, понимаете? Мы просто провоцируем очередной конфликт. Почему мы говорим, там, тарифы повышаются? Я привел вам примеры. Как решаться этот вопрос будет? Вот в чем вопрос-то. Вы когда-нибудь садились за круглый стол, где есть управляющие, где есть КДУ, САХ, где есть администрация и все карты на стол? Не хотят. Мы предлагали. Почему? Ну, вот на совещание предложил. Давайте соберемся. Не знаете, что ответили? Я вот до вашего общества. Мне господин Орехов ответил. У нас здесь непроходной. Это зам, глава администрации. У нас здесь непроходной двор, чтобы к нам ходили сюда. Нет, ну, такие были. Интересный ответ. Нет, совещания были такие, да, но я понимаю, что у каждого свои возмущения есть, но вопрос в другом. Игорь, это не возмущение, ты уже наболел, и никто этот вопрос не хочет решать. Ну, дайте мне высказаться. Давайте. Да, после короткого перерыва, и простите, у нас реклама. Да, реклама. Владимир Ширшиков, руководитель Союза управляющих компаний Кирова. Игорь Кученев, учредитель управляющих компаний Вятка Уют, строитель Северной ЖКХ, сервис член общественной палаты. Мы разбираемся, в чем причины мусорного... Я бы не сказала, что у нас, конечно, коллапс, но приближение к нему такое уже намечается. Неприятный минимум. Да. Это мы еще не касаемся магазинов, которые бесконтрольно выгружают. Позицию управляющих компаний. Прежде всего, у нас остается всего 12,5 минут. Игорь Олегович, быстро комментарий, который вы хотели дать перед рекламой. И дальше я вас попрошу, коллеги, подумать о том, чтобы сказать четко, как вы считаете необходимо решать эту проблему, в чем корень зла и как решать проблему. А дальше мы поговорим минут 5-6 о том, собственно говоря, как работать с жильцами и про то, как должны выглядеть мусорные площадки. Всегда, когда есть проблемы, это значит непонятно. Это, на мое мнение, непонятно, как ее решать. САГ предложил сделать закрытые площадки. Да, такой опыт в нашей области есть уже. Мы сделали большую закрытую площадку для определенного круга жильцов или домов. Это где, например? На водопроводной стоят закрытые площадки. Водопроводная. Закрытые. Там нету ряда мусора. Красивая большая площадка. Вопрос в другом. Кто тогда будет отвечать за тот мусор, который оказался рядом с этой площадкой? Все требования САГ, условно говоря, управляющая компания и жильцы выполнили. Там закрытая площадка, все красиво, у каждого ключик, зашли и выбросили. Но откуда-то взялся мусор. Здесь вопрос встает. Это или недопропорядочные жители, или кому-то лень нести туда. Вот как этот вопрос будет решать? И ключ забыл кто-то. Ну, в общем, много чего. Тогда кто за это несет ответственность? По большому счету, жители, большинство жителей и управляющих компаний сделали все, чтобы было комфортно всем. Ну, тут или наша невоспитанность граждан. Так, понятно. Давайте, у нас мало времени. В комментарии, пожалуйста, Владимир Анатольевич. Виновата будет та управляющая компания, за кем закреплена данная территория, господин Шульгин сказал, штраф до 300 тысяч рублей. Это раз. Во-первых, нужно для того, чтобы решить эту проблему, нерешенных проблем не бывает, нужно садиться за стол в переговорах, как вы сказали, и проработать это развитие мусорной проблемы до конца. Причем садиться за стол в переговорах не с избранными управляющей компанией, а со всеми. Со всеми, конечно. Мы же не враги друг другу. Нам думать интересно эти штрафы, непонятно, получать потом их через суды, отбивать и так далее. Нужно садиться, решать эти вопросы, определяться с контейнерными площадками где. Поймите, жители втянутся, и не будет этого бардака. Ну, давайте сделаем в этих вот этих площадках, как в Москве, в Ленинграде, ты бывал, везде тоже смотрел. Окошечко, ну, кто-то забыл ключ, ну, он туда бросил, он там площадка заасфальтирована. Ну, будет сахар вывозить, два-три мешочка добросить, и будет чистота. Сразу не получится, ну, мы придем к этому, что чисто будет. Но не будет такого. Ты понимаешь, если пишут на подъездах объявлений, ваш контейнер демонтирован, носите мусор туда-то, но контейнер там не появляется, вот что самое страшное. Давайте разберемся, чьи контейнеры, кто, сколько жителей покажет. Я знаю ряд ТСЖ, которые находятся по адресу, где госпожа Клепикова все время достается. ТСЖ 9 этажа. Это паритет, управляющая компания. ТСЖ платит, я сам эти документы выделил в КДУ, 752 рубля в месяц, 9-этажный дом. Зарегистрировано 6 человек. Игорь, о чем мы говорим? В 9-этажке. Так точно, ну что вы, ну. Стоит 5 контейнеров, из них 4 мы платим, а один контейнер на 8 домов. Ну, как-то, ну, как, вот ты объясни, никогда не будет этого порядка, пока мы совместно не будем его решать. Не надо из нас врагов делать. Вот какие еще сейчас меры нужно предпринимать, чтобы чисто было, чтобы перестали мы видеть ежедневно эти горы мусора? Вы поймите, когда нас пытаются с позиции силы сломать, да, это тоже тяжело. Окей, давайте по-другому. Нужно садиться и договариваться, и привести. Во-первых, стол переговоров, и оперативно решаем проблему, но приглашаем абсолютно всех. Так точно, всех. И по всем проходим, этот, 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 этот. В спокойной обстановке выслушать все предложения. Дальше, давайте вы скажете за своей управляющей компанией. Владимир Викторович, у вас такая ситуация происходит, и что вы с ней делаете? Стараемся собственными силами вывозим. Чистите. А что делать? Вот если сегодня выйдет там Шульгин и там, он у вас увидит чистые площадки. Она стала чистой, не будет, потому что в течение дня тоже мусор появляется. Ну там какие сроки? Мы вывозим сейчас вот с милицейской 62, куда носит порядка 8 домов, кроме одного нашего дома. Два раза в неделю мы вывозим. Два раза в неделю мусор вывозится? Да, под метелку вывозим. Это окей. А в течение, а в течение этих дней между два раза в неделю? А у нас нет контейнеров там, у нас их просто-напросто вывезли. И что, просто люди сваливают вот так? Да, она у нас закрыта, площадка. И туда пакетики сваливают? Да. За рабицей? Ну не за рабицей, а за профнастилом. И туда люди просто сваливают? Да. Без контейнеров? Без контейнеров, потому что их нету. И кто их вручную потом в машину закидывает? Наши сотрудники. С ума сойти. А что делать? Вы представьте, если мы там не вывезем мусор, хотя бы в чьи не ели. Вы обращали внимание? Вот все показывают. Вонь, ужас. Нет, вы обратили внимание, так и нигде это не прозвучало, ни видео отчета. Почему вам контейнеры, извините, оттуда забрали? Якобы, что нет договора с маями, месяц заключенный. Вот у вас договор принесли его. Это вот как раз, да? Нет, вот, по 5 мая, да. От 5 мая. Мы уже второй месяц там боремся. И с вами договор не заключается без объяснения причин? Без. На начале сказали, нет контейнеров, но вчера прозвучала хорошая фраза. Контейнеров много, мы готовы их завтра хоть поставить. Мы уже слышали вчера, он да, сказал. Контейнеры есть, но договор с вами не заключают. Принципиально. А что, нельзя через суды решить этот вопрос? А к другим обращались с оператором? Сказали, порядка 12 их. Мы обратились с другим оператором. Мы обратились в Интакс-сервис, обратились в Куприт. У них, во-первых... В Куприте дороже, по-моему, да? Не так значительно. Дело в том, что у них нет техники, у Куприта, которая может объемы забрать. И дело в том, что есть свалки, и меня, Игорь, поправит только у Куприта и у Саха, не у Кудова, у Саха. И они дополнительные объемы принимать, сверхобъемы не могут. Это в договоре прописано. То есть объемы утверждают, что на год. У вас есть конфликт с Шиховым, что ли? У меня нет с ним конфликта. Почему так происходит? Ну, не знаю. Разбираемся, смотрим. Как можно убрать контейнеры, не заключать договор без объяснения причин? А, нет, не первый раз. Вспомните зиму, когда столько контейнеров было. Да, помню. Но то же самое сейчас происходит. Игорь Олегович, у вас как обстоят дела? Если мы утром пройдемся по вашим площадкам, они будут чистыми? Ну, проблема, она такая, существует. На самом деле, я еще в начале беседы мы сказали, почему-то Сах не стал убирать на тех площадках, что написано в договорах, что 3 метра. Они начинают ссылаться, что превышен объем. То есть они вывалили контейнеры, а вокруг не прибирают? Да, говорят, увеличен объем. Какими нормативами, какими актами они это не объясняют. Второй момент, вот как Володя Шишкова сказал, что управляющие компании не полицейские, они берут по прописанным. Давайте тогда, чтобы и жители участвовали, и САХ участвовал, он заинтересован проходить и уточняться, сколько людей прописано. Потому что все, положить на управляющую компанию, это тоже неправильно, потому что в ней полномочий нет. Представьте, я вам позвонил в квартиру и спрошу, сколько у вас здесь живет? Скажите, вот согласно законодательству прописка два человека, а живет здесь. Или ноль. Ну, там еще что-то. Или ноль, да. Да, вот и все. Здесь надо это комплексно делать, а не то, что сказать, идите в управляющую компанию и ходите там, кто проживает, кто не проживает. САХ, собственники. Я прошу прощения, я должна вернуться к моему вопросу, который я вам задаю. Вот в связи с тем, что Шульгин потребовал чистой площадки, иначе штраф. Если утром еще раз мы пройдемся по вашим площадкам, они чистые? Ну, сто процентов не будут чистые, это точно однозначно. И что, тогда 300 тысяч? Да. Ну да, 300 тысяч. Ну, это акс с одной площадки, они у Волоши захлопали. Это на должностное лицо, да? На одну, да. Три минуты до окончания эфира остается. Я скажу больше. Дело в том, что, понимаете, КДУ, согласно договору, потому что мы на их условиях вынуждены это договора заключать, мотивируют тем, что они могут изменять график вывозки мусора. И вы заметите, не всегда, даже когда находятся 7 контейнеров на большой площадке, Игорь, не надо соврать, что они будут всегда полные. В какой-то период недели они полупустые, но их считается равно, как за целые контейнеры. Согласитесь. Ну, это в праздничные дни. Ну, в праздничные дни, да. Особенно проблема существует. Подожди, если в КДУ написано, что вывозка должна осуществляться в первые полные дня, а они приезжают во второй или вообще к вечеру, естественно, будут переполнения. Раньше, когда было старое руководство, они график четко соблюдали. Сейчас они ставятся, поломка, там еще что-то сделаем, потом перерасчет и так далее. Тут нужно садиться, договариваться и решать эту проблему сообща. То есть вы доносите ту мысль, что не только управляющей компании здесь нужно обвинять и штрафовать, а надо смотреть, как работает компания, осуществляющая вывоз мусор. Совершенно верно. Кроме того, вот сейчас она остается буквально две минуты. Давайте все-таки ваше мнение, когда ситуация изменится, мы поняли уже, я так понимаю, что и вы, Владимир Викторович, и вы, Игорь Олегович, за то, чтобы сесть за один круглый стол абсолютно всем участникам рынка. Да? Да, все правильно. И выложить карты на стол. Но у меня почему-то закрадывается сомнение, что вы там чего-то договоритесь, и все-все карты выложат, и все получится. И тогда, смотрите, у нас 1 января не за горами, а будет очень серьезные требования, в том числе и федеральные, что обозначение оператора регионального и вот эта схема, которая, наконец, будет выложена, и понятный тариф, они решат ситуацию? Нет. Шершиков, Владимир. Нет. Почему? Совсем. На решение данной программы потребуется, ну, хотя бы полгода, месяцев, восемь, для того, чтобы люди привыкли, во-первых, привести все списки в соответствие. Вы правильно заметили, что может быть ноль, а на самом деле 10 человек, да? То есть здесь уже пойдет совместная работа и управляющих компаний, и ПДУ, и регионального оператора, не важно, кто там был мусором. А там ведь еще изменения в законодательство вступают, согласно которым паспортные столы не будут отвечать. Уже забирают, да. Не будут отвечать в системе УМВД, это все будет. Да, нужно будут запросы делать. Ну, приходим, Игорь правильно говорит, приходим, мы сделаем проверку по тем же счетчикам, по тому же мусору зарегистрированным, проживает трое. Пишем на него акты, составляем протоколы. Не решит, я поняла, не решит. Понадлится 8-9 месяцев, пока родится ребенок. Дальше. Я тоже считаю, что перейдя на оригинального оператора, принципиально это ничего не изменится для населения. Они этого не поймут. Почему? Дороже станет платить. Новый платеж будет. Просто платеж новый. Визуально ничего не изменится. Визуально ничего не изменится. Да, вот давайте простой пример. Что изменилось для населения, перейдя, например, до гора по КТК и по ККС. Одна минута. Это другая уже тема. Нет, ничего не изменилось для них. Хуже стало. И тут то же самое будет. Так, Игорь, на не 4 месяца, чтобы осталось для решения этого вопроса. Полтора года было дано для решения вопросов. Подождите, вопрос нам был задан как? Что-то изменится? Для населения ничего не изменится. Лучше не станет. Может стать хуже. Потому что будут укрепняться площадки и уменьшаться. Ну, соответственно, вот и все. Выход есть? Выход. Решать вопросы и находить золотую середину можно найти. Вы поверьте, если в квартире было прописано 4 человека, 60 квадратов, вы платили за мусор 150 рублей, а сейчас они будут платить 420 рублей. Люди начнут задавать вопросы и будут требовать решения вопроса. Поймите, за что мы платим. Если ничего не меняется, нам совершенно верно. И будут требовать решения вопроса. Вы понимаете? Да, все правильно. Понятно. Мы будем продолжать этот разговор. Конечно, будем следить за развитием ситуации. Благодарим Владимира Ширшикова, руководителя Союза управляющей компанией Кирова, Игоря Кучнева, член общественной палаты Кировской области, учредителя управляющей компании «Ветка Уюта». Редактория Курска. Редактория Курска.